Подъем Германии сопровождается рядом очень неприятных для многих народа Европы моментов. Прежде всего, это смягчение отношений в Европе, да и в США тоже к Гитлеру, к нацизму и к Третьему Рейху. Одновременно усиливается демонизация Сталина, коммунизма и Советского Союза. Советский режим предстает как более преступный, чем нацистский. Например, в книге Тимоти Снайдера «Кровавые пространства Европы между Гитлером и Сталином» утверждается, что фашизм лучше, потому что Гитлер убил меньше людей, чем Сталин. И этот Тимоти Снайдер не один. Есть такого же, околонаучные писаки, такого же пошиба, которые пишут примерно то же самое. Но дело не только в интеллектуальной обслуге правящих групп Западной Европы. Есть и другие симптомы и тенденции. В октябре 2010 года в немецком историческом музее Берлина открылась выставка «Гитлер и немцы». Под заголовок очень интересный. «Единый немецкий народ и преступление». Преступление – это все нормально. А вот формула «Единый немецкий народ» – это изобретение нацистов. И очень интересная звучала тема выставки. «Гитлер как воплощение народного идеала спасителя нации». Еще одна вещь. С 2004 года в ООН ежегодно голосуется документ о недопустимости определенных видов практики – ксенофобии, расизма. И отдельной строкой говорится в нем о недопустимости героизации нацизма. Ну, каждый год США голосуют против, естественно. Евросоюзовские страны воздерживались. И вдруг в 2011 году происходит нечто странное. 17 из 27 евросоюзовских стран проголосовали против этого документа. То есть можно героизировать нацизм, получается, по логике их голосования. Недавно в прессе было сообщение о том, что через 2 или через 3 года в Германии будет издано «Mein Kampf». И издатель объяснил, что не издавали «Mein Kampf» не по каким-то идеологическим причинам, а просто по немецкому законодательству. Если человек не оставил после себя наследников, то 70 лет его работы не издаются. И вот теперь эти 70 лет проходят. Но, сказано было, книгу-то не издают, но вот цитатник из нее должны издать уже в 2012 году. И мы должны ясно понимать, что если Пятый Рейх оформится в том или ином виде, он может иметь внешне демократический, сказать, очень демократический вид, то оформится с немецким ядром, то, скорее всего, роль Гитлера, Третьего Рейха в истории Европы и мира будет пересмотрена. И я не исключаю, что сделано это будет на основе демонизации СССР и Сталина. И мы должны будем готовы быть к идеологическим столкновениям на этой почве. И я полагаю, что мы такие вещи должны пересекать очень и очень жестко. То есть, у Германии в экономическом плане и в ее положении в Евросоюзе все хорошо. Но все ли хорошо? Как говорилось в военной тайне Аркадия Гайдара, все хорошо, да что-то нехорошо. И прежде всего, нехорошо это с демографией немцев и вообще европейцев.